Добрый день. Спасибо, Владимир Анатольевич. Хотела бы поблагодарить за приглашение, за возможность принять участие в проходящем мероприятии. И тема моего выступления будет посвящена гражданско-правым последствиям дефектов оказания медицинской помощи, в том числе и в онкологии, и в анестезиологии и ренематологии. Я постараюсь сегодня, учитывая, что время довольно ограничено, осветить только наиболее важные аспекты, на которые я бы хотела призвать представителей медицинских организаций, врачей, руководителей медицинских организаций, обратить внимание и постараться каким-то образом вам рассказать, как можно вот с позиции юриста, с точки зрения юриста, как мы видим то, что происходящие вот эти вот конфликты, которые происходят в сфере здравоохранения, и которые решают, могут решаться как в уголовной, так и в гражданской правовой плоскости. Но сегодня мы будем говорить преимущественно про гражданско-правовые споры. Начну с того, что в целом потенциально любые права, которые пациент считает, либо родственники пациента считают, что они были нарушены, могут найти свою защиту в суде. То есть здесь мы можем говорить и как о возмещении вреда, причиненного здоровью пациента, либо вреда, который причинен смертью близкого человека. Вот так это могут быть и любые иные дефекты медицинской помощи, то есть ввиду которых пациент считает, что его права были нарушены, в том числе если он считает, что права его были нарушены как потребителя медицинской услуги, в этом случае он может обратиться с защитой в суд. Сразу говорю и напомню, что логика гражданского судопроизводства, она стоит в том, и гражданского права в целом, что здесь необходимы инициативы. То есть если пациент или родственники пациента не обращаться с исковыми требованиями о компенсации вреда, который был им причинен, или который они предполагают, что был причинен, если они не обращаться, то никакого рассмотрения дела в суде не будет. То есть необходима инициатива, необходима подготовка определенной позиции, с которой они придут в суд. Что, какие споры рассматриваются? Ну вот если смотреть практику по онкологам и по реаниматологам, дело относительно процентов соотношения не так много в сравнении с акушерами-гинекологами, в сравнении с общими хирургами. Но тем не менее судебная практика есть, и дела самые различные. То есть начиная от того, что вот это традиционное, классическое, и как, к сожалению, довольно часто встречающийся дефект медицинской помощи, который заключается в небрежности медицинских работников, в частности хирургов. То есть классически, когда какие-то предметы остаются, допустим, в брюшной полости после операции, либо еще какие-то иные дефекты, когда происходят дефекты во время проведения оперативного вмешательства, ушивания органов и так далее. Ну и заканчивая тем, что могут быть также заявлены о нарушении таких прав, как, допустим, то, что касается лекарственных препаратов. Так, например, вот по одному делу в отношении медицинской организации были заявлены исковые требования о компенсации убытков. Дело в том, что пациентка, это была онкологическая пациентка, она имела право на получение лекарственных препаратов бесплатно, так как они входят в систему государственных гарантий. Однако медицинский работник, лечащий врач, дал ей рецепты не на все препараты, она была вынуждена покупать их за свой счет, и суд, рассматрив дело, взыскал с медицинской организацией все те убытки, которые данная пациентка понесла. Ну и в других случаях может быть дефект связан с тем, что тоже очень много примеров судебной практики, то, что неверно поставлен или не своевременно поставлен диагноз, не своевременно начатая специальная помощь, в том числе помощь онкологическим пациентам. Либо это могут быть иные дефекты, которые касаются даже просто качества медицинской помощи. Если говорить о гражданском судопроизводстве и о рассмотрении гражданских споров, основное, на что надо обратить внимание, то есть вообще, кто будет ответчиком, кто будет нести ответственность. То есть по общему правилу вред, который причинен личности или имуществу, он должен быть компенсирован тем лицом, которое причинило вред. Тем не менее, у нас в гражданском кодексе имеется положение, в соответствии с которыми юридическое лицо несет материальную ответственность в случае, если вред был причинен действиями работника юридического лица. Причем, хотела бы обратить ваше внимание, что отношения между работодателем и работником могут быть оформлены различным образом. То есть это может быть и трудовой договор, и гражданско-правовой договор. В любом случае, здесь юридическое лицо будет надлежащим ответчиком, и именно юридическое лицо будет нести материальную ответственность. И есть соответствующие разъяснения также и Пленума Верховного Суда, который также подчеркивает, что ответчиком и лицом, с которого будет взыскиваться компенсация причиненного вреда по гражданским делам, это будет именно юридическое лицо. То есть уголовная ответственность, когда возбуждается уголовное дело и рассматривается уголовное дело, здесь уголовная ответственность индивидуальна. И здесь будет подозреваемым, обвиняемым, подсудимым будет именно физическое лицо, то есть если мы говорим про медицинские дела, это будет врач, медицинский работник. А гражданско-правовая материальная ответственность, она немножко, вот я уже говорила, что там немного все происходит по-другому, и ответчиком будет именно юридическое лицо, медицинская организация. Но вот даже в качестве примера иллюстрации я привожу, вот практически такие во многих можно увидеть в судебных актах такие формулировки. Вот, например, здесь в данном случае суд говорит о том, что естественно настаивал на возмещении расходов на погребение именно с врача, и поэтому суд сделал правильный вывод об отказе в их удовлетворении. То есть здесь дело не в том, что не должны были быть взысканы расходы на погребение, а в том, что был выбран неправильный ответчик, не юридическое лицо, а физическое лицо врач. И поэтому суд здесь отказал, указав, что с этими требованиями он может обратиться к работодателю. Тем не менее, хотела бы подчеркнуть, что не всегда все так просто, и в каких-то случаях именно медицинский работник, врач, действиями которого был причинен вред здоровью, либо вред жизни пациента, может быть привлечен к материальной ответственности. Но привлечен он будет уже не самим потерпевшим, а медицинской организацией. То есть в случае, если медицинская организация в качестве ответчика, с нее взыскиваются денежные средства в качестве компенсации материального или морального вреда, медицинская организация при определенных условиях может в качестве регресса взыскать вот эти вот свои расходы, которые она понесла в отношении пациента и его родственников, с виновного медицинского работника. Какие это обстоятельства, какие условия, когда возможна подача такого регрессного иска, они все перечислены в трудовом кодексе. Там исчерпывающий список закрытый, это умышленное причинение ущерба, причинение ущерба состояния алкогольного, наркотического, токсического опьянения, разглашение сведений, которые составляют охраняемую законом тайну. Ну и, наверное, основное основание, которое наиболее часто имеет место практическое в реальной жизни, это причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда. То есть, другими словами, если в отношении медицинского работника было возбуждено уголовное дело, если в отношении данного медицинского работника был постановлен обвинительный приговор, тогда в этом случае медицинская организация, которая будет гражданским ответчиком, которая будет компенсировать причиненные действиями этого работника вред, она может в качестве регресса взыскать вот ту сумму, которая была компенсирована, взыскать с этого медицинского работника, в отношении которого был постановлен обвинительный приговор. Встречается это не часто, но, тем не менее, в судебной практике мы уже можем видеть такие случаи, когда взыскиваются и взыскиваются, в общем-то, довольно крупные ощутимые суммы. Еще несколько слов хотела сказать о соотношении гражданского и уголовного процесса и рассмотрении таких конкретных ситуаций в рамках гражданского и уголовного судопроизводства. То есть здесь возможны различные нюансы, то есть гражданский иск, он может подаваться в уголовном судопроизводстве, может быть после вступления в силу обвинительного приговора, а также до обращения следственной органы. Иногда просто гражданский иск, то есть родственники либо сам пациент, они хотят получить денежную компенсацию, и они не жаждут найти какой-то справедливости в уголовном суде. Иногда бывает так, что рассматриваются одни и те же факты, они могут быть рассмотрены как в рамках гражданского, так и в рамках уголовного судопроизводства. И здесь как раз, почему я об этом рассказываю, здесь я хотела рассказать руководителям медицинских организаций, извините, что здесь опять-таки определенная ситуация, которая несет в себе риск, в том числе для медицинской организации, если, то есть есть такое понятие приюдиция, если в отношении медицинского работника возбуждается уголовное дело, проводятся определенные действия, потом рассматривается уже в суде данная ситуация. Довольно часто медицинская организация, руководство медицинской организации, оно считает, что в этом случае надо максимально возможно от этого работника откреститься, то есть желательно сразу же тогда его уволить, отказаться от него и вообще про него забыть. Но не всегда эта позиция правильная. И вот я здесь вам привожу в качестве примера определения Конституционного суда Российской Федерации, там довольно интересно и при желании можно его почитать. Но в двух словах, почему я привожу этот пример. Здесь в данном случае обратилась медицинская организация, Конституционный суд, так как она полагала, что положениями гражданского и гражданского процессуального кодекса нарушаются права медицинской организации. В данной ситуации было возбуждено уголовное дело в отношении медицинского работника данной медицинской организации. Его деяние было квалифицировано по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение смерти по неосторожности в следствии ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Был обвинительный приговор. Но медицинская организация, она не привлекалась к участию в уголовном деле и, в общем, сделала все возможное, чтобы никоим образом их эта ситуация, как они полагали, не будет касаться, пусть разбираются с врачом. Тем не менее, уже после постановления обвинительного приговора родственница погибшей, она обратилась уже в гражданский суд, гражданский иском с требованием компенсации материального и морального вреда. И медицинская организация, она столкнулась с тем, что, по сути, вот когда в гражданском суде рассматривался вопрос, где медицинская организация уже выступала ответчиком, она не могла никаким образом прилагать доказательства, выстраивать свою позицию, выстраивать защиту по вопросам, которые касались того, имели ли место действия, совершенные медицинским работникам, и совершены ли они были данными, именно медицинским работникам, данным лицом. Так как эти факты, они были уже доказаны в уголовном суде, и, соответственно, повторно они доказываться уже не будут, они признаются гражданским судом как нетребующие доказательства. Медицинская организация говорила о том, что здесь, ну, грубо говоря, юстиция, она злоупотребила своими правами, то есть она, возможно, медицинская организация предполагала, что она схитрила, что она поступила именно таким образом. Но, тем не менее, Конституционный суд разъяснил, что данные положения, которые оспаривает медицинская организация, они ни в какой степени не нарушают, права медицинской организации не решают ее возможности защищать свои права и интересы в гражданском судопроизводстве. Но пример я привожу для того, чтобы показать, что если даже медицинская организация никоим образом не вовлечена, а уголовное дело возбуждено в отношении врача, вероятно, вот уже в этот момент медицинская организация, надо понимать, какая будет правовая позиция и как выстраивать свою линию защиты, и, возможно, не будет лишним поддержать медицинского работника. Ну и теперь несколько слов непосредственно о самом составе гражданского правонарушения. То есть обязательно для того, чтобы была взыскана материальная компенсация, должен быть заказан состав гражданского правонарушения. То есть все его компоненты обязательно должны быть доказаны. Четыре составляющих – это противоправность действия, характер, размер причиненного вреда, вина причинителя вреда и причинная связь между противоправными действиями и причиненным вредом. Вот несколько слов я расскажу по поводу каждой из этих составляющих. Итак, первое, то, что должно присутствовать, это должна быть противоправность действия. Но вот говоря о противоправности, в здравоохранении и при оказании медицинской помощи говорить об этом довольно сложно, потому что противоправность – это нарушение, Всех правил, это правила поведения, но здесь в данном случае речь будет о правилах профессионального поведения, которые должны были быть соблюдены, но которые были нарушены. И, соответственно, здесь все нормы, то есть здесь будет отсылка в любом случае к каким-то специальным подзаконным нормативным актам, которые в той или иной степени могут быть определены правила поведения, которых должен был придерживаться медицинский работник, работник данной медицинской организации. Вот если эти требования были нарушены, то, соответственно, тогда мы можем говорить о противоправности поведения. Здесь, опять-таки, в силу того, что время ограничено, я не могу подробно остановиться на этом. Напомню только, что в соответствии с статьей 37 и 32 федерального закона, медицинская помощь Российской Федерации оказывается с обязательным соблюдением порядков медицинской помощи. Несколько более спорная ситуация в том, что касается стандартов медицинской помощи, давно уже продолжается дискуссия, являются они обязательными или не являются. Но, тем не менее, учитывая, что это усредненные показатели, скорее всего, все-таки надо говорить о том, что их надо рассматривать как обязательные документы. Клинические рекомендации. Сейчас меняется статус клинических рекомендаций, но, однако, учитывая, что клинические рекомендации как разрабатывались, так и будут продолжать разрабатываться профессиональными ассоциациями некоммерческими. И приниматься они будут уже после того, как они пройдут некую экспертизу в соответствующем подразделении Минздрава в экспертном совете. Они, тем не менее, будут приниматься все равно профессиональными ассоциациями, то есть не теми органами, которые могут принимать нормативные акты. Соответственно, говоря о юридическом статусе клинических рекомендаций, довольно сложно сказать, что они являются обязательными. Однако, учитывая, что и суд, и суд, обращаясь к мнению специалистов, должен в любом случае на что-либо опираться, следует предполагать, что в ближайшие годы клинические рекомендации будут иметь больший вес, больший авторитет. И в большей степени суд будет ожидать, что в том числе и эксперты, и специалисты, отвечая на вопросы суда и давая разъяснения, будут ссылаться также и на клинические рекомендации. Поэтому, если клинические рекомендации возможно соблюдать, их желательно соблюдать, но, безусловно, нельзя соблюдать их так, что просто тупо их соблюдать. И если в данном случае необходимо от них отступить в интересах пациента, в интересах для жизни и здоровья пациента, конечно, то, что врач просто соблюдал клинические рекомендации, скорее всего, это не будет гарантией того, что его поведение в суде будет рассмотрено как поведение в рамках правового поля. Следующая составляющая – это вред, который должен компенсироваться, моральный и материальный вред. Материальный вред компенсируются практически любые расходы, которые могли быть понесены пациентом на его лечение, на перелечивание, на лекарственные препараты. В соответствии с разъяснениями Верховного суда мы знаем о том, что наш пациент также имеет одновременно статус потребителя медицинской услуги, независимо от того, частная форма собственности, платная медицина, либо он получает медицинскую помощь в рамках ДМС, либо в рамках ОМС, тем не менее он является потребителем медицинской услуги. Соответственно, к отношениям, которые возникают между медицинской организацией и пациентов, будут применяться также положения законодательства о защите прав потребителей. И, соответственно, пациент, в случае, если он считает, что были дефекты медицинской услуги, он может по своему выбору требовать как безвозмездного устранения недостатков, так в ряде случаев пациент перелечивается в другой организации, и потом он требует от медицинской организации, которая некачественно оказала ему медицинскую помощь, чтобы ему расходы на лечение в другой организации были компенсированы. И также в соответствии с гражданским кодексом в отмещении подлежат как утраченный заработок, так и расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств и так далее. То, что касается морального вреда, здесь ситуация обстоит несколько более сложно, потому что нету каких-то четких объективных критериев, по которым суд будет определять размер той суммы, которая подлежит взысканию в качестве компенсации морального вреда. Есть положение гражданского кодекса, статья 151, которое дает определение морального вреда, это физические или нравственные страдания. И есть разъяснение, опять-таки, Пленума Верховного Суда, что же такое моральный вред. И Верховный Суд говорит о том, что моральный вред может заключаться как в физических страданиях, но также может заключаться в нравственных переживаниях. А нравственные переживания могут быть вызваны в том числе физической болью, иным повреждением здоровья, либо в связи с заболеванием, принесенным в результате нравственных страданий. То есть, смотрите, здесь получается вообще производное от производных. То есть пациенту некачественно оказали медицинскую помощь, он от этого может испытывать физические страдания, нравственные страдания. От того, что он страдает, из-за того, что ему некачественно была оказана медицинская помощь, либо был причинен какой-то вред здоровью, у него могут развиваться какие-то психосоматические заболевания. От того, что не развивается, он опять-таки от этого будет страдать как физически, так и нравственно. Ну и так далее. То есть вот такая вот цепочка со многими производными, которая может быть практически бесконечной. Но с другой стороны, другой вопрос, то, что этот вред, объем компенсации, он должен доказываться. Опять-таки из разъяснений Пленума Верховного Суда мы знаем о том, что если установлено будет судом, что пациенту был причинен вред как потребителю, то есть были нарушены права его как потребителя, причинение морального вреда, оно презумируется. То есть уже понятно, что моральный вред был причинен, если нарушили права как потребителя. Но в каком размере его компенсировать, это уже будет решать суд. И суд будет решать с учетом степени вины нарушителя, степени страданий физических или нравственных, которые каким-то образом должны будут доказываться и сом, и иные заслуживающие внимания обстоятельства, а также требования разумности и справедливости. Ну вот тенденции некоторые укажу, что вот первое было такое революционное дело, это Санкт-Петербург, Приморский районный суд, когда в первый раз в истории Российской Федерации была взыскана в качестве компенсации морального вреда сумма в размере 15 миллионов рублей. Касалось это дело кушеров-гинекологов, там действительно был довольно тяжкий вред причинен, и долго рассматривалось это дело в суде, но вот это был первый такой прецедент. И сейчас мы действительно уже имеем практику, когда взыскиваются не 100 тысяч, не 200 тысяч, а довольно более существенные суммы. Вина причинителя вреда. Вот здесь интересно, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что касается вины причинителя вреда. То есть вот все эти составляющие, про которые я рассказываю, они должны быть в суде доказаны. И соответственно, вот дальше я вам расскажу, кто что доказывает. Вот то, что касается вины, здесь в отличие от уголовного процесса дело обстоит несколько по-другому. Во-первых, здесь может иметь место объективная ответственность. То есть материальная ответственность может наступать независимо от того, виновными или невиновными действиями был причинен данный вред. И предусмотрено это в гражданском кодексе не в отношении медицинских работников, врачей и так далее, а в целом есть такие положения в гражданском кодексе, которые регулируют возможность наступления объективной ответственности за причинение вреда потребителям услуги вследствие недостатка услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о данной услуге, что может иметь место также и в случае медицинской услуги. И применяем мы положение также закона о защите прав потребителей, статья 14, которая говорит о том, что исполнитель услуги освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителям установленных правил. То есть, во-первых, здесь может быть объективная ответственность, независимо от вины, за исключением тех случаев, когда были действительно обстоятельства непреодолимой силы, которые препятствовали тому, чтобы помощь была оказана качественно. И, во-вторых, в любом случае обязанность доказывания лежит именно на ответчике. Ну и то, что касается морального вреда, здесь действует в полной степени презумпция вины, в отличие от уголовного судопроизводства. То есть, здесь именно лицо, которое причинило вред, оно освобождается от вмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Почему я хочу обратить ваше внимание на это? Вот то же самое мы видим из статьи 15 закона о защите прав потребителей. То есть, презумпция виновности, и именно ответчик, именно медицинская организация, должна доказывать, что вред причинен медицинскими работниками данной организации не по их вине, то есть невиновна. Если медицинская организация не проявит инициативу и не будет этого доказывать, тогда будет считаться, и суд будет, если он правильно выносит решение, суд должен исходить из того, что виновность имеет место, то есть презумпция вины. А суд у нас, у нас отстязательный процесс. То есть, суд сам не пойдет расследовать, не пойдет запрашивать какие-то документы. Суд сам не будет назначать судебно-медицинскую экспертизу. То есть, суд будет делать, проводить какие-то действия в зависимости от активности и инициативы сторон. И в зависимости от того, какие требования будут заявлять стороны, какие ходатайства они будут заявлять, какие доказательства они будут приносить в процесс. Суд будет изучать то, что у него появляется в материалах дела, в зависимости от того, как будут выстраивать свою позицию, свою линию защиты, либо линию нападения стороны. И в зависимости от этого суд будет принимать решение. И медицинская организация, медицинский работник, он может быть безусловно, он может быть бесконечно прав, он может быть действительно невиновен. Но если в суде вы не позаботитесь о том, чтобы показать, что действия были невиновны и нет оснований для требования изыскания компенсации, суд будет исходить от того, что виновность имеет место. То есть вот этого составляющего гражданского правонарушения имеется. И у нас есть уже многие случаи судебной практики и определения Верховного суда, где говорится о том, что если обязанность доказывать того, что действия работника были виновны, возлагаются на пациента, то в данном случае суд неправильно применяет нормы действующего права и неправильно возлагать обязанность на ИСА, то есть данная обязанность возлагается на ответчика. Но опять-таки повторяю, суд не будет сам по своей инициативе заниматься изучением этих вопросов, если вы не проявите какую-то инициативу, если вы не принесете сами доказательства, если вы не будете заявлять ходатайство, не будете вызывать в суд экспертов и так далее. Итак, еще раз резюмирую, что доказывает пациент? Факт ряда, размер причиненного вреда, а также доказательство того, что ответчик является причинителем вреда, а невиновность будет доказывать медицинская организация. Ну вот еще то, что касается причинно-следственной связи, несколько слов я скажу, прежде чем скажу, я так понимаю, что время у меня уже заканчивается, но сейчас вот еще буквально 5 минут, но вот то, что касается... Можно, да, еще пока? Ну, то, что касается причинно-следственной связи, буквально несколько слов. Ой, простите, я перескочила. Причинно-следственная связь, также она будет рассматриваться, вопросы наличия причинно-следственной связи, они будут рассматриваться также и в рамках гражданского судопроизводства, то есть есть ли связь между дефектом медицинской помощи и тем вредом, который был причинен здоровью, либо жизни пациента. Устанавливает наличие, либо отсутствие причинно-следственной связи только суд, то есть это в обязанности правоприменителя и в компетенции правоприменителя установить, есть ли причинно-следственная связь. Но суд совершенно понятно, что он не обладает специальными познаниями в медицине и не обладает тем более познаниями в онкологии, либо в анестезиологии и ренематологии. И для того, чтобы для себя понять, имеется ли причинно-следственная связь и вынести правильное решение, суд будет обращаться с соответствующими вопросами к лицам, которые обладают данными специальными познаниями. То есть это будут либо специалисты, либо эксперты, то есть суд будет назначать экспертизу. Еще раз скажу о том, что суд, очень маловероятно, что суд по своей инициативе назначит экспертизу. Как правило, суд назначает экспертизу, потому что об этом ходатайствует одна из сторон. Но тем не менее, как правило, по медицинским делам и в том числе по гражданским делам судебно-медицинская экспертиза назначается по инициативе одной из сторон и по ходатайству одной из сторон. Соответственно, материалы дела, медицинские документы, они пойдут к вашим же коллегам, которые уже в качестве экспертов будут рассматривать и решать вопрос о том, что имеется ли место дефект, имеется ли место вред жизни или здоровью, и имеется ли между этим причинно-следственная связь. Эксперты будут отвечать четко на те вопросы, которые поставлены судом. А вот вы, как сторона в деле, вы можете повлиять на то, какие вопросы будут поставлены. То есть вы судом можете предложить те вопросы, которые вы хотели бы, чтобы были поставлены перед экспертами. И потом, соответствующе, когда вы получаете ответы уже от эксперта, вы опять-таки можете тогда и добиваться того, чтобы экспертов приглашали в суд, и чтобы заслушать уже позицию экспертов, заключение экспертов в суде, чтобы они ответили на вопросы. Но то, что касается причинно-следственной связи, действительно, причинно-следственную связь устанавливает суд на основании заключения экспертов, которые должны говорить о наличии либо отсутствии причинно-следственных отношений. Но вот не всегда бывает, то есть довольно сложно установить, что имеется причинно-следственное отношение. Но это не означает, что если эксперты говорят в суду, и суд приходит о том, что нет оснований для установления наличия причинно-следственной связи, прямой причинно-следственной связи, не будет оснований для взыскания компенсации. Это то, к чему я возвращаюсь в второй слайд, который я показывала. Могут быть другие основания. Ну, так вот, например, если мы берем случай судебной практики в онкологии, допустим, случай судебной практики я могу привести в качестве примера, когда был неправильно поставлен диагноз, у пациентки имелось злокачественное новообразование яичника, ей, тем не менее, поставили диагноз, что у нее имеется доброкачественная аденофиброма, и, соответственно, из-за того, что диагноз был поставлен некачественно, неправильно, в первую очередь, патологоанатом здесь совершил ошибку, был дефект диагностики, несвоевременно ей было назначено лечение, процесс прогрессировал, пациентка обратилась в суд с требованиями компенсации, была проведена судебно-медицинская экспертиза, и вот такие довольно интересные заключения по этому делу говорилось о том, что, учитывая, что сам по себе злокачественный процесс, он имеет вообще в целом, сказали о том, что вообще в целом любой злокачественный процесс, он имеет такую тенденцию к прогрессированию, и не всегда предсказуем, какой будет исход, а в данном случае речь идет о заболевании, которое имеет тенденцию быстро прогрессировать, быстро давать метастазы, и даже при качественном и своевременно назначенном лечении нельзя предсказать, какой будет исход, поэтому говорить о том, что несвоевременная диагностика, несвоевременное начало специального лечения является тем дефектом, который стал причиной для причинения вреда, для формирования метастазов, не представляется возможным, то есть причина следственная связь установлена не была. Но в любом случае здесь суд установил, что имеет место дефект диагностики, то есть нарушение прав пациента и прав потребителя, и компенсация была взыскана, в том числе и за то, что был неправильно поставлен пациентке диагноз, но, безусловно, компенсация была взыскана в меньшем размере. Ну и вот последнее, что я хотела рассказать, мне просили несколько слов, обратить внимание на то, что касается права на информацию и добровольное информированное согласие. Вот несколько слов я об этом скажу, тем более, что это особо такой чувствительный, деликатный момент в онкологии, потому что здесь, говоря об информации, безусловно, мы говорим довольно часто о неблагоприятном прогнозе, о той информации, которую довольно тяжело сообщить пациенту и его родственникам, и пациенту и его родственникам тяжело бывает эту информацию воспринять. И довольно долгое время, начиная с советского периода, сохранялся такой подход патерналистки, то есть надо говорить пациенту как можно меньше, потому что сама по себе негативная информация, она может крайне негативно сказаться на его состоянии психологическом и повлиять, в том числе и на течение патологического процесса, неблагоприятно повлиять, то есть в какой-то степени способствует тому, что неблагоприятно будет развиваться заболевание. И врачи, они считали, и во многом сейчас врачи считают, что надо меньше говорить, и врач лучше знает, что нужно пациенту, и врач сам за пациента решит, как его лечить, надо его оперировать, надо его лечить, проводить химиотерапию, лучевую терапию и так далее. Но законодатель у нас, и это соответствует всем современным тенденциям, он придерживается несколькой иной концепции, что решение о том, как должен лечиться пациент, и должен его лечиться, принимается не лечащим врачом, а принимается совместно лечащим врачом и пациентом. Точнее, даже скорее оно принимается пациентом при консультативной информационной поддержке врача. И врач, он должен в любом случае подчиниться воле пациента и реализовать то, что пациент скажет. И вот отсюда идет информированное добровольное согласие. То есть здесь первично не эта форма, не эта бумага, которую подписывает пациент, а первично именно само право на информацию. Информация должна быть полная и в доступном виде. И вот на основании этой полной информации пациент уже принимает лечение. Будет ли он лечиться и как он будет лечиться. То, что касается содержания информации, которая должна быть дана. Содержание информации, оно прописано в 323-м федеральном законе, статья 22. Вот там говорится, о чем должен быть информирован пациент. Это сведения о результатах медицинского обследования, о диагнозе, о прогнозе развития заболевания, о целях, методах оказания медицинской помощи, обязательно альтернативах возможных. Все это должно быть сообщено пациенту. И на основании этого будет пациент принимать решение. Опять-таки, возвращаясь к тому, что именно в онкологии этот вопрос становится особо деликатным, предусматривает возможность даже законодатель, что в каких-то случаях информация может быть неполной. Но для этого должно быть желание самого пациента. Он сам не должен хотеть знать все. И он должен это желание явно выразить. Вот тогда информация может быть предоставлена в ограниченном виде. Во всех иных случаях, если пациент желает знать, что с ним и какой может лечиться врач, обязан предоставить ему полную информацию. И вот тогда, уже на втором этапе появляется бумага, бланк информированного согласия, которую пациент будет подписывать. После того, как он пообщался с врачом. И общаться он должен обязательно именно с своим лечащим врачом, либо оперирующим хирургом, а не с иными лицами, которые не участвуют непосредственно в оказании медицинской помощи. И тем более, это не может быть какой-то персонал, который не имеет высшего медицинского образования, не является врачами. И вот статья 20, она говорит уже о том, что необходимым предварительным условием является добровольно информированное согласие. Перечислены, опять-таки, закрыты список тех ситуаций, когда медицинская помощь может оказываться в отсутствии информированного согласия. В частности, для онкологов может быть актуально это экстренные показания для устранения угрозы жизни человека, а также оказания палеоциативной медицинской помощи. И вот часть седьмая данной статьи, она предусматривает письменную форму информированного добровольного согласия. То есть, опять-таки, бумага, которую подписывает пациент, это просто письменная форма. Меняется у нас судебная практика, меняется отношение судей к информированному согласию. Безусловно, важно первоочередную эта информация, но, тем не менее, надо, чтобы закон требует, чтобы эта информация была зафиксирована в бумажном документе. И вот есть тоже, можно найти примеры судебной практики, что если подписанной бумаги нет, но, значит, тогда информирование не было, информированное согласие не было забрано. И, соответственно, были нарушены права пациента. Так. А теперь то, что касается бланка информированного согласия. Вот то, что касается утвержденной формы, я здесь привожу нормативные акты, подзаконные акты, где имеются утвержденные формы бланка информированного согласия. Это только какие-то отдельные ситуации. Это то, что касается определенных видов медицинского вмешательства, которые предусмотрены приказом Минздрава 2012 года. Это информированное согласие на проведение профилактических прививок, вспомогательные репродуктивные технологии. Во всех остальных случаях утвержденной формы бланка информированного согласия не существует. Каждая медицинская организация, каждое отделение разрабатывают эти бланки сами. Иногда обращаются за помощью к юристам, иногда они разрабатывают их сами. Сразу скажу, что когда обращаются за помощью к юристам и при этом сами от этого абстрагируются, тоже это совершенно неправильно. Юрист не может знать все нюансы, которые касаются медицинской помощи. Что обязательно должно быть отражено в этом планке? Вот то, что требует 323-й федеральный закон, ст. 22. То есть все, что касается информации о состоянии здоровья, о возможном диагнозе, о возможных подходах к лечению, о возможных альтернативах. Все это должно быть отражено в информированном согласии, потому что это ваша защита. И вот опять-таки подчеркиваю, что есть судебная практика, которая подтверждает, что сейчас другие тенденции и меняется подход судей. То есть теперь это уже не является чисто формальностью. Подписали эту бумажку, значит все, согласие есть. Судьи хотят увидеть в этом, что именно есть индивидуальный подход. И пациенту, в зависимости от уровня его возможности и понимания, разъяснили, какое ему предлагается лечение, зачем, почему, какие могут быть осложнения, какие могут быть альтернативы. Последнее, что привожу в качестве примера, просто очень интересное определение Верховного суда. Здесь была в двух словах ситуация, когда судебно-медицинская, значит, страховая медицинская организация провела медико-экономическую экспертизу, выявила дефекты оформления медицинской документации. В том числе посчитали, что нет информированных согласий. На самом деле, во всех картах были информированные согласия, они там чуть ли не через страницу были вложены. Но, тем не менее, это были стандартные бланки, и там не было индивидуализации, и там не были раскрыты те медицинские вмешательства, на которые забиралось согласие, и те, которые проводились данному конкретному пациенту. Дошла эта ситуация до Верховного суда, и Верховный суд в данном случае поддержал позицию страховой медицинской организации и территориального фонда обязательного медицинского страхования, сказав о том, что единая форма ИДС не утверждена, а в тех документах, которые приложены через каждый лист этих информированных согласий, так называемых, там нет указания на характер, на объем медицинских манипуляций. Следовательно, такие сведения не были предоставлены пациенту, пациент не был информирован, а раз он не был информирован, значит, информировано добровольного согласия нету на оказание услуги. Вот, ну, на этом я хотела бы закончить, то есть призываю вас, что в любом случае, безусловно, это должно быть индивидуально, но, тем не менее, право на информирование пациент имеет, это крайне важно, и, конечно, вы эту обязанность должны в любом случае исполнять по информированию пациентов. Продолжение следует...